Ну, подожди. Добрый вечер, наши дорогие друзья, наши соратники, наши коллеги по проекту Сетевая партия. Сегодня у нас 7 октября 2023 год, время 19 часов 30 минут. Мы с Аланом выходим, не сказать, что экстренным выпуском, но события сегодня развиваются так, что мы посчитали нужным выйти и обсудить некие детали, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке. Алан, приветствую тебя. Приветствую, Макс. Наше внимание перенеслось на Ближний Восток. Не надо думать, друзья, что мы тут эксперты во всех вопросах, да, как сейчас очень любят в интернете троллилить. Но дело в том, что то, что там происходит, это часть общего процесса, и мы всегда обсуждаем этот общий процесс. Нам с Максимом, в частности, интересно только как подтверждение некой общей стратегии, которую мы прорисовали нашим подписчикам уже много лет назад, и сейчас только вот видим ее развитие, так сказать, уже оперативную обстановку, да, как меняется. То есть стратегия в этом была. Вот из этой оперативной игры удачно вышел армянский народ, не знаю, кто им посоветовал, сами ли они надумались, карабахские товарищи, что они снялись и ушли. Потому что у них было два варианта. Первый был героически с берданками погибнуть в этой войне, вот сейчас очередной там, и стать жертвой, то есть принести себя в жертву. Либо остаться в виде заложников. Это был второй, мне кажется, более позитивный вариант. То есть там остается 100 тысяч заложников, их в любой момент можно как бы тоже это самое, принести в какую-нибудь жертву, да, случайным образом. А они в данном случае обманули обе эти стороны, встали и ушли. Мы, говорит, ваши игры не играем. Соответственно, таким образом игру сломали. Я еще до конца не могу понять масштаб вот этого события, но то, что кто-то смог организованно поднять весь народ Арцаха и дать ему такой вариант развития событий, можно сказать точно, что там есть хорошие стратегии. Они поняли, что идет очень плохая игра, и не захотели становиться жертвой на алтаре этой новой большой игры. А на свою землю они обязательно вернутся, я больше чем в этом уверен. Вот, а сегодня будем обсуждать, что происходит на Ближнем Востоке. Так как мы с Максом все люди воевавшие, да, там, контужены, поэтому мы, как всегда, обсуждаем конспирологические версии. Кому они не нравятся, можете не слушать. У нас вот такое вот здесь какое-то свое странное мнение. Кто, кому интересно, слушайте дальше. Кому не интересно, переключайте каналы. Можно в программе у товарища Соловьева там, или еще какую-нибудь официальную версию послушать. А кому это неинтересно, те вот у нас послушайте. Сегодня мы другую версию обсудим, наша версия. Вот, Максим, какой твой вариант? Почему на Ближнем Востоке начались такие активные события? Вдруг ни с того ни с сего, по странному совпадению, совершенно подгадали к дню дне рождения нашего уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сделали вот такой ему подарок, или, сказать, подложили. Подлянку можно, да? Сейчас уже на него все сваливают. Ну, давай все вот сначала. Мы в совпадение не верим с Алланом. Это чтобы все понимали. У каждого шага есть движение, да? У каждой цели есть свой ход. Поэтому для нас очевидно, что это, ну, не совпадение, знаете. Нарыв так внезапно не мог прорваться и выйти в этой атаке Хамаса. Внезапно, да? Вот все говорят, вот внезапно атака Хамаса на 50 военных объектов Израиля. Там очень много уже погибших, очень много раненых, много заложников взятых. Сбитые вертолеты и танки уже есть. 4 сбитых вертолета, 14 или 18 уже захваченных новых танков Меркадор, по-моему, или Меркатер, я могу ошибаться, израильских. То есть показывает это все на то, что с точки зрения военного специалиста можно с уверенностью сказать, атака была тщательно продумана и очень хорошо реализована. Делается это не за один день, не за два дня. Для этого нужен целый комплекс. И разведка должна быть хорошая, и логистика должна быть хорошая. И тактика, выбранная этими палестинскими товарищами, она указывает на то, что они работали роевой системой. Ну, чтобы вы понимали, это примерно как структура той же сетевой партии, где мы с Алланом являемся главными рупорами. То есть сбитые в тройки, в пятерки, в десятки людей выскочили, сделали эффективный захват и показали уязвимость израильской армии. Показали провал израильских специальных служб и по факту я могу сказать, что это была тщательно подготовленная операция с далеко идущими задачами. Что мы сегодня и видим. А видим мы в Израиле панику, растерянность, увидели, что атака прошла эффективно. Мы увидели в интернете кучу роликов, арабских роликов, где они отчитываются тем самым о результатах своей работы. Очень много погибших, очень много раненых, опять же повторяю, заложники, женщины, дети, старики. Тут без внешних сил не могло бы идти. Потому что Палестина это маленький такой оазис рядышком с Израилем, где много-много-много десятилетий израильская армия спецслужбы вбивала в пыль средневековую весь палестинский народ. Поэтому я хочу сказать всем, что это новая глава сегодня открылась, новая глава гивного нового мира. И каким он будет? Вот мы с Аланом чисто конспирологически, вот наше личное мнение подводится к тому, что некие силы подводят под исполнение предначертания. Пророчества. Пророчества, да. Это так называемый судный день. И вот этот судный день должен начаться по некоторым преданиям с Ближнего Востока. Ближний Восток это большой такой фугас, которому сегодня прикрученный Бигфордов шнур загорелся. У Израиля сегодня нет другого варианта, как уничтожить палестинский народ, мы будем говорить открыто, прямо. Но в то же время уже Египет, уже Иран заявили, что любое поползновение будет воспринято как нападение на эти государства. И они, соответственно, будут вынуждены пойти на военный конфликт уже с самим Израилем. Если кто не понимает, мы... А можно я продолжу тогда, если кто не понимает? Да, да. Чего они к этому Израилю так прикопались? Вроде чего, когда арабы к этому Израилю так пристали? Вообще, спецоперацию, специальную военную операцию Хамас, которую начал сегодня на день рождения главы нашего государства, они назвали по странной логике наводнение Аляксы. Почему наводнение непонятно? Там моря в Иерусалиме нет, Алякса находится в старом городе в Иерусалиме. Это древняя очень мечеть, очень почитаемая в исламе. Наверное, одна из почитаемых. После Мекки и Медин это, наверное, следующее по важности, уважению, авторитету религиозное заведение в исламе. То есть в мусульманском мире это очень важная точка в исламском. Почему она важная? Вот кто-нибудь себе, друзья, задавал этот вопрос? Я вам сейчас в двух словах расскажу, почему она важная. Она опирается на некое предание. Предание, оно существует следующее. Что однажды придет время и придет Машах. Машах это такой будет человек из рода иудейского, но не из рода Иудина, там, из колена Данова. Там разные колени. Иудина это одно колено, то есть потомок Авраама, да, вот он, из колена Данова. Придет этот человек, и он станет царем всей земли, и, как бы, народ еврейский станет править всем человечеством. И по этому преданию, там, сколько-то там даже рабов будет у каждого еврея, там, сто там с чем-то. Я помню, Латьман слушал, там, 120 или 144 раба. Я еще тогда подумал, зачем ему по столько рабов их кормить надо. Ну, думаю, ну ладно. Типа, они столько, их будет много, что им западол будут держаться, и, как бы, не будет места хватать. То есть, столько будет количества большой рабов у них. Такое пророчество есть. И что-то придет Машах. Есть признаки прихода Машаха. Там есть несколько признаков. Никто не знает точно, когда это будет время. А часть о том не знает никто, да, там, как в пророчествах всегда говорится. Но есть признаки косвенные. Самый главный косвенный признак заключается в следующем. Что этот Машах будет, а, мужчина, и, б, он придет в построенный третий храм Соломона. Что вот два храма предыдущих были разрушены, там, римляне, да, там, после разрушения людей. Храм Соломона знаменитый. И вот он туда придет, и там будет обвенчан на власть. Ему там надо будет корону надеть. Корона есть. Машах по всем пророчествам их, вроде как бы, есть. Но у них в каждом поколении рождается. Но он не может прийти к власти. Почему? Потому что Машах, это такая какая-то надмерная сущность, она, вот этот свой народ, так ему сказала, ну, когда ты будешь готов к моему приходу, ты будешь настолько сильный, настолько мощный, как я проверю твою силу и мощность? Ты к тому времени сможешь сделать так, что будет построен третий храм. А это очень сложно, потому что там же утрабы, там, мусульмане, все прочее, да. И вот евреи пытаются с этой задачей справиться многие столетия, не получалось. Когда создавали государство Израиль, государство Израиль создавалось как теократическое государство Израиль. Народ еврейский, это я, мое субъективное мнение, абсолютно, вы можете его не принимать. Они начали думать, но для того, чтобы это случилось, если мы в это верим, что нужно сделать? Мы, как бы, Иерусалим находится в руках не иудеев, так скажем, да, там, христиане, мусульмане, там, и все, да, не иудеев. Надо сделать так, чтобы он оказался в руках иудеев, первое. Второе. Нужно сделать так, чтобы у нас была настолько мощная, сильная армия, чтобы никто нам не смог помешать. Второе. Третье. Нужно сделать так, чтобы у нас были такие сильные спецслужбы, возможности в мире, чтобы мы потенциальных врагов могли отключить, заранее коррумпировать, подкупить, испугать. Ну, то есть, это спецслужбы и деньги нам нужны. То есть, нужны определенные условия. И они начали под это делать, работать. После Второй мировой войны появляться государство Израиль. Напомню, теократическое государство Израиль. Это не как Российская Федерация. Мы демократическое, у нас демократия. Они теократическое. У них религиозная власть основной является, ведь власть, как в Ватикане или как в Иране. Почему они с Раном воюют? Две теократии. Значит, позже скажу тоже, в чем тут проблема. Ждут разных прихода разных людей. И вот такие условия. Государство было создано. Как мне сказал тоже один товарищ, именуемый себя сионистом. Я говорю, сионист. Вот мы с ним разговаривали долго, душевно. Он говорит, знаешь, Израиль создан был для одной задачи, Олан. Для того, чтобы воссоздать Третий Храм. Я туда как-то очень косвенно к этой теме говорю. Что, на чем мы говорим Третий Храм? Он говорит, а как мы Машаха можем встретить? Мы можем встретить только в Третем Храме. Я говорю, почему это так важно? Ну, как почему важно? Это задача, это план, как бы вот на столетие мы должны править миром. Я говорю, ну, план хороший, мне тоже нравится. Молодцы, стратегия есть. Я говорю, и в чем проблема? Проблема заключается в следующем. Что о пророчестве узнал на тот момент султан, османский султан. Забыл его имя, не буду врать. И он узнал об этом пророчестве иудейском. И построил там мечеть, которая называется Алякса. В этом самом месте, где должен быть Третий Храм. И сказал, мусульмане все, завещаю вам, заповедую, сделайте все, что угодно. Но не дай бог, чтобы эта мечеть была разрушена. Потому что как только она будет разрушена, в этом месте построят Третий Храм. Тогда придет Машах, и вы будете вечными рабами. Ну, не вечными, на тысячу лет. Потому что это будет тысячелетняя суббота. На тысячу лет будете рабами, соответственно, вот ваших иудейских, как сказать, товарищей. А? Друзей. Друзей, да. Иудейских друзей. И построил там эту мечеть. Потому что власти достаточно было. Мечеть стоит до сих пор в Старом Городе. И, соответственно, вот когда появилось государство Израиль, все поняли. Ну, так, люди концептуально мыслящие и понимающие, так бы, всю эту духовно-метафизическую составляющую в нашем мире. Они поняли, как бы, куда идет дело. Начала армия расти, все остальное. И вот мне сионист рассказывает. Вот эта стена плача же, что есть, говорит, Аллан в Иерусалиме. Это же, говорит, одна из стен храма. Единственное, что осталось от храма Соломона. Но там, говорит, жили арабы. Они никого не пускали. Там прямо стояли дома. Это были, по-моему, 70-е годы. И тогда, говорит, теократическое государство, духовенство наше, лидеры, подошли к руководителю одной крупной строительной компании, этой, израильской, и говорят, дорогой друг, ты же наш брат, да. Ты же родину любишь, да. Машаха хочешь, да, хочу. К тебе есть поручение ответственное, свыше. Он говорит, в чем оно заключается? Он и заключается в том, что ты сейчас, мы тебе делаем, типа, подряды в этом Иерусалиме. Ты туда загоняешь строительную технику. Потом, когда мы тебе говорим, в час икс ты ночью, прям вот все вот это вот, все, что там стоит, живые строения, людей, сгребаешь там из пункта А в пункт Б. То есть, освобождаешь территорию. Естественно, приедет полиция, естественно, тебя арестуют, может быть, даже чуть-чуть посадят там, фирму твою там что-то с ней сделают, но не переживай. Мы тебе все компенсируем. Он повозмущается, но туда они уже не вернутся. И у нас будет возможность, соответственно, молиться возле нашей стены, к которой нас не пускают. То есть, маленький шажок к победе мы сделаем. Сказано, сделано, ночь, тракторами все сгребают, там люди погибли, арабы, ну, как бы потом полиция набежала, естественно, там, израильская, всех арестовали, все сделали, но вот на плач теперь открыто, каждый может к ней подойти, иудей помолиться. Вот много фотографий, да, там, наши многие руководители приезжают, там, из нее фотографируются. Такой стал, вот, фотообъект, да, как называется? А, фото зона, фото зона, да, фото зона, все, писочки заталкивают, да. То есть, одну стену освободили. А как сделать с целым храмом, то есть, мечетью Аляксари? Ну, примерно в том же, говорит, сценарии. Как бы, раньше планировалось, что, говорит, вот сколько, говорит, нам нужно для того, чтобы построить третий храм Соломона. При тех технологиях, ну, где-то несколько месяцев надо. То есть, нужно начать заваруху, несколько месяцев отбиваться от всего арабского мира. Пока они, вот, будут у нас наступать, наша армия должна защищать территорию и не пустить. Пока мы построим, и вот он в Машах придет. Сейчас, говорит, это все, говорит, гораздо быстрее, говорит, месяц-полтора мы возведем. Все готово, корона для Машаха, все готово. Все готово, мешает только мечеть Алякса. Ну, понимаешь, просто так Аляксу отмести нельзя, потому что огромное количество мусульман в мире есть, да, которые, вот, тоже это пророчество знают, и которые будут ко сьми лягут, и там... Ну, на минуточку, Израиль находится в полуокружении всех вот этих арабских арабских. Да, да, всех этих арабских государств. И вот он находится в окружении арабских государств. Но пророчество должно быть исполнено. И вот они и действуют в этом направлении. Для того, чтобы у них появилось, что там происходит в этом Иерусалиме, чтобы вы просто тоже понимали. Вот если Иерусалим, город, он поделен пополам, между арабами и иудеями, пополам поделен. Вот как одной половине избавиться от другой половины, должна быть очень веская причина. Да, Макс? Очень веская причина. Должна быть очень веская причина, страшная резня еврейского народа должна быть для того, чтобы у них появились моральные основания перед мировым сообществом, естественно. Как бы выдавить оттуда... И желательно с видеороликами, чтобы... И с видеороликами, с красивыми, конечно, в ТикТоке, как мы сейчас видим. Да, вот с видеороликами там. И чтобы появились основания для того, чтобы процессы эти запустить. И, соответственно, были основания эту мечеть, грубо говоря, отжать. Это еще будет один очень большой шаг, соответственно, в этом направлении. Как они еще хитро сделали? Вот как идеи управляют миром? Есть Маша Ахренет, это идея. Кто-то эту идею когда-то глушил, они верят, имеют право, мы сейчас это не обсуждаем. Это все идеи. Это все про идеи, про которые мы с Максом говорим. А есть другая идея. Называется тысячелетнее Царство Христово. Что придет Иисус Христос, и тысячелетно на земле будет Царство Небесное. То есть рай на земле. Но Христос когда придет? Когда придет на землю Антихрист? И они говорят, вот Машах, это и есть Антихрист. Друзья мои, Машах, это и есть Антихрист. Соответственно, Христос придет после Антихриста. И настоящие люди, которые жаждут Христа, они кого жаждут в том числе тогда при таких раскладах? Убить Машуаха. Конечно. Но для того, чтобы его убить, он должен сначала прийти. А для того, чтобы он сначала прийти, нужно помочь Израилю построить третий храм. Поприсутствовать, посмотреть в ТикТоке, наверное, коронацию Машуаха. Ну и потом, естественно, как бы его убить. Простой, понятный алгоритм. Это две идеи. Это две идеи примерно из одного источника. Мы же понимаем, что христианство, иудаизм, это просто религиозная система. Почему возмущается Иран? Вот Иран же тоже возмущается. Потому что у Ирана есть свой пророк на всю эту историю. У него есть Махди, которого они ждут. Который тоже самое на ближайшую эпоху, на две тысячи лет, сделает так, что править будет этот народ персидский. Вот есть народ иудейский, народ, так скажем, условно-христианский, потому что там разные народы, и персидский. У каждого есть пророчество о своем человеке, который, грубо говоря, эту матрицу перезагрузит, который принесет некое новое учение, новые смыслы, новые идеи, как когда-то принес Иисус, как когда-то принес пророк Мохаммед, как когда-то принес Будда. Они, обратите внимание, каждый тысячу лет приходят, плюс-минус. И вот перезапустят эту матрицу. И каждый хочет, чтобы это был его. Вот сейчас им нужно построить третий храм. Машаха. Наши считают, что тогда Машаха уберут, придет Иисус. А эти считают, что вообще придет Махди. Ты добавь, что мы сейчас находимся, вот в данный момент, на точке перехода с одной эпохи на другую. Вот как раз Эра Водолея. Вот Эра Водолея закончилась. Эра Водолея начинает за космические основания. И в новой эпохе должны быть новые смыслы, новые идеи. И вот кто-то их должен принести. И каждый считает, что придет его, пророк из его эгрегора. Буддисты, в свою очередь, ждут Будду Монтрею, да, Будду конца времен. То есть все ждут своих. И каждый, как бы, хочет этот процесс запустить. Но ни у кого нету точных дат и условий для прихода. А вот у иудеев есть храм. Это точка отсчета. Понимаете? Вот не написано, чтобы пришел Иисус, нужно что сделать? Нужен появиться антихрист. Тогда, как ответ на антихриста, придет Христос. Понятно. Значит, что нужно сделать? Либо сделать так, чтобы антихрист не приходил, как делали все прошлые эпохи, да, как крестоносцы завоевывали. Для того, чтобы не дать построить. Все происходило вокруг Иерусалима для того, чтобы не дать построить третий храм. И крестоносцы там захватывали, там все это держали под контролем. И потом мусульмане держали под контролем, чтобы не дать иудеям. Потому что все верят в это пророчество. Это идея. Насколько не уверить, это вы уже сами решаете, уважаемые подписчики. Но самое главное, что евреи в это верят. Самое главное, в это верят люди с такими ресурсами, что просто иногда становится дурно, когда начинаешь про это думать. И как идеи управляют миром. И вот идея есть, что этот машаак должен прийти. И часть, я так понял, уже христианского мира эту идею поддерживает. Почему? Потому что она поддерживает со своей выгодой. Потому что она как отправная точка прихода Иисуса Христа. Поэтому одни будут поддерживать деланием, а другие как неделанием. Молча. Ну пусть придет уже антихрист в конце концов. Как мне один генерал сказал. Ладно, ладно, что думаешь. Пусть придет. Мы его потом быстро убьем и будет исхередленное царство Христово. Я говорю, план гениальный. План, говорю, гениальный. А мне, может, главный вопрос. А почему вы все в это верите? Ну вот почему? Вот в это все верят, в эту идею. Да, хорошее пророчество, красиво написано. Ну, как бы. Давайте я буду мантраю ждать. Я не знаю там. Ну, ты понимаешь? Седу. Мы говорим про силу управления идеями. Как они управляют сознанием людей. Через века, через тысячелетия. Управляют и направляют. И вот из-за этого и заваруха. И мы с Максом постоянно эту цель заваруху ждем. Аналогичные истории, связанные с Арцахом. Но я говорю, армяне сделали гениальный ход. Они просто гениальный сделали. Они поняли, что в этих историях нужна будет кровь. А кровь, как всегда, их нет, чтобы там что-нибудь перезапустить, замутить, какую-то жертву принести. Они сказали, ребята, до свидания. И ушли оттуда. Люди не понимают, что жертвоприношение, ребята, это не осталось там, в прошлом. Вы когда видите, что головы там отрезают, кровь рекой лечится. Знаете одно? Это ритуальное убийство. В это время кто-то рядом молится. Ну, куда там. Да, да, да. Направляет эту энергию в нужное место для него. Это мало кто знает. Ну, поймите одно. Всегда вот эти переходы, они чем отличаются? Они отличаются массовыми человеческими жертвами. Массовыми. И сегодня мы просто наблюдаем уже с 2017 года. Мы вот это все прогнозировали, чтобы вы понимали. Вы можете поднять наши старые там репортажи с Аланом. Нас как только не называют. Шизофреники, там, малормисты, еще какие-то жуки. Блин, не вопрос. Мы шли, шли упорно. Мы приходим сегодня к тому, что вот именно сегодня, в субботу, 7 октября 2023 года, начался великий исход. Вот. Для земли, для старого мира, блин. Потому что это ворота, ну... А самое главное, Макс, не понимает, что такое сектор газа. Сектор газа, это вот Москва и какие-нибудь там Химки. Или Бутова. Это район такой, анклав, понимаете, отрезанный от внешнего мира. И как в этом анклаве появилась армия? Без ведома Моссада. Без ведома Моссада, мне кажется, даже в России депутатов не выбирают. Понимаете, там, или там, где-нибудь в Америке тоже, да, в Америке там. Или в других странах. А тут целая армия появилась, способная сбивать летательные аппараты. Когда такое видно было, Макс, 4 вертолета уже сбили. Танки сбивают пачками. Танки захватывают. Мы просто открыто говорим. Вот это все, это сделано под каким-то глобальным управлением. Наше субъективное мнение, друзья. Наше субъективное мнение. Но мы с Максом знаем, что такое сбить вертолет. И парень, который вчера стрелял из рогатки там, или там с петарды какой-то, понимаете, тут вдруг сбить боевой вертолет, который как бы в боевом режиме работает там, отстреливает там эти тепловые ловушки и все остальное, да? Потому что... Мы же понимаем, что такое вертолет сбить. Вы когда-нибудь сбивали вертолет? Вот если когда-нибудь сбивали, вот просто подумайте. Кто это может сделать? А, во-вторых, из чего? Ты просто скажи, что представляет из себя современная израильская армия? Какими средствами она владеет? Это одна, наверное, из самых лучших армий на сегодняшний день в мире. Я не говорю уже про спецслужбы. МОСАД ставят на одну как бы линию там СМИ-6, ЦРУ по уровню влияния, по уровню там связи. Чтобы вы понимали, агентурная сетка там колоссальна, в разных государствах, на разных уровнях. Там информированность, чем сильна разведка всегда? Информированностью и способностью реагировать на те или иные угрозы. То есть мы с Максимом, два наивных блогера из Северного Кавказа, не верим в то, что МОСАД был не в курсе. Совершенно верим. Мы в это не верим. Вот мы не верим, потому что мы вот такие люди, недоверчивые, понимаете? Мы не верим, что с воздуха падают люди, способные избивать вертолеты и современные танки с беспилотников. Потому что это надо уметь делать. Потому что беспилотники надо иметь. Потому что с ПЗРК надо уметь пользоваться. Потому что ПЗРК работает не по одному, по два, по три. То есть как минимум три ПЗРК востреливалось, два на хлопушке, третий попал. То есть это же так все работает. Эти ПЗРК где-то взялись. По странному сечению обстоятельств эти ПЗРК, это все оружие оказалось с Украинского фронта. Это украинцы, по всей видимости, со своего СВО поставили этот Хамас. В обмен на зерно. Да, в обмен на зерно. И имея еврея президента и вообще самую крупную в Европе синагогу. В центре Днепропетровского. Друзья, очень хорошее кино. Нам тоже с Максом нравится. Но просто мы хотим вам сценарий. Будем строить храм. Будут строить храм. И вообще это государство израиля, но для этого нужно этот храм построить. И провести этот обряд или ритуал. И каждый раз пытаются. Но не получается. Опять исламский мир. Но вот Роджей Портаган сегодня заявил, что ничего страшного не происходит. Не надо, успокойтесь. Все рассосется. Египет сказал, что Хезбалла поддержит. В случае чего. Не египетская армия поддержит. Понимаете? А Хезбалла поддержит. Ну тоже группировка. Тоже ЧВК. Был бы Вагнер, может. Они еще и Вагнер наняли. Пригожина убили. Блин, кокейна нанюхался. Вот стоя, говорили ему, кокейн не нюхай и гранаты не кидай в самолете. Да, да, да. Чего за человек, а? А так бы сейчас тоже на фронте строительства третьего храма наняли бы. Чего бы запросто, нет? Ну да, деньги платят, почему нет? Конечно, да. Там вот ЧВК Хамас, ЧВК сейчас Хезбалла появится. Но официальные армии арабских государств пока не лезут. И Туция в том числе тоже. Хотя турецкий султан такое завещание оставил. Ни в коем случае не позволить снести Аляксу. Вот. Сколько на все про все надо времени? Я не знаю, Макс. Современными строительными технологиями, ну, снести одно и построить другое. Но это, как он мне сказал, говорит, максимум месяц уйдет на это. Потому что работать, естественно, будет 24 на 7. Все готово. Там все дружно. Ну, когда надо, то умеет. Ну, вот как-то так. Я хочу сказать, что если вот это все идет в том ключе, о котором мы сегодня поговорим с Табуэллом, подготовительные работы уже проведены в полном объеме. Осталось только действительно зачистить мечеть и, соответственно, построить ее. Как ты правильно говоришь, там много времени не надо. Но тут должен появиться мышах, по идее. Это должен быть уже взрослый мужчина, который может... Никто не знает, Макс. Они не знают, кто это. Это, понятно, будет не ребенок. Они не знают. Вот это самое... Я не знаю, может, лукавят. Ну, признаков нет. Он, говорит, придет в этот храм, насколько я его читал, и все будут знать, что это вот он в Машах. Это там уже раввины, корона. Вот все. Вот настолько будет у него мощная энергия какая-то, или какие-то у него другие признаки есть его, понимаешь? Потому что он, говорит, рождается в каждом поколении. Он, говорит, каждые сто лет приходит. Но еврейский народ бывает не готов. Вот он пришел и просто умер, прожил человеческую жизнь. Пришел, умер, прожил человеческую жизнь. Ну, типа, условия они создали, понимаешь? Ни в каких других пророчествах нет таких подробностей. Постройте вот это, и тогда Иисус придет. Такого же нет. Постройте храм Министерства обороны, и обязательно туда Иисус придет. Хуражку Гитлера померить, понимаешь? Алан одно не сказал. Для того, чтобы весь мир принял этого Машаха, должны на земном шаре произойти такие потрясения. Нет, Макс. Ну, как бы, это не мир примет. Это еврейский народ, народ иудейский примет его. И я про другое говорю, что это будет царь над всеми народами, да? Это да. Вот потом он эту власть обретет. Да, да, да. Только такая мощная энергия, что типа его все начнут любить. Совершенно верно. Но должно произойти такое потрясение, чтобы этот антихрист выступил как спаситель всех народов. Понимаете? Это на минуточку, мне знаете, проявляется вопрос. А что такое должно произойти? Для того, для того, чтобы израилетяне не бежали из Израиля, американцы отменили визу для граждан Израиля. Вот так вот. Куда? 27 сентября это случилось, Макс. Отменили визу для граждан Израиля. Заранее. Совершенно случайно. Нет, они открыли визу. Теперь у них без визы. Ну да, визу отменили. Теперь они могут летать туда-сюда, обратно. Значит, наоборот, чтобы вы уезжали, понимаешь? Да, да, да. Не, ну а что мы видим? События как убыстряются, видите? Ну вот там, понимаешь, на Украине туда тоже уже можно ехать. Бахмут отстраивать там, другие города. Обезлюдилась земля. Да. Ну опять же Арцах. А почему нет? Тоже обезлюдившая земля. Азербайджан, кстати, осудил действия Хамаса. На минуточке, они тоже мусульмане. Осудили действия Хамаса и встали на сторону Израиля. А чтобы вы понимали, уже на территории Азербайджана находится военная база Израиля. А мы знаем, что у Израиля самый основной ураг Иран. Вот, Алан, расскажи нашим друзьям про противоречия между Ираном и Израилем. Вот согласно этим всем пророчествам у Ирана есть свой пророк, которого ждут Махди. У израильтян, соответственно, свой. Это два теократических государства, которые на таком метафизическом уровне испытывают сильную нелюбовь друг к другу. И по принципу в живых останется только один. И в данном случае Карабах это идеальный аэропорт подскока. Будет идеальная точка, откуда беспилотники можно запускать и бить вообще по Ирану, Израилю. По север, по Ирану. Да, да. Армяне освободили им эту площадку. Сами, наверное, не захотели участвовать, но вот предоставили площадку. Соответственно, вот все эти глобальные мировые разборки нужно понимать, то есть, их легче понимать, когда понимаешь вот это вот какой-то жреческий уровень, да, там, за что вообще кочели идут, какие Машахи, почему тут Машахи, вот Рочальды, Рочальды, Рочальды. Рочальды это просто исполняет приказы людей, которые им дают некие задачи перед ними ставят. Эти люди с мечом, это войны, это массады какие-нибудь, ну, войны, да, войны им ставят задачи. Если не поставят, то есть, если не выполняют там голова с плеч, а кто воинам ставит задачи? А воинам ставят задачи, к чему воины стремятся? К духу, там, к правде, справедливости. Вот, на этой волне им жрецы ставят задачи. И задача народа Израиля, вот, построить третий храм и встретить Машаха. Но мы с Алваном уверены, что этот вопрос уже решенный. Вот эти все видеоролики, они еще, ну... Даже если это он не решенный маг сейчас, но это в любом случае, мы еще одну очередную попытку этого дела видим. Ну, просто, ну, она сшита белыми нитками, понимаете? И когда они понимают, а зачем им это надо? Почему именно сейчас? А что это такое происходит? Ну, потому что люди играют на глобальном уровне. Переформатирование мира идет. Переселение народов. Устраивают глобальное государство. На компьютерном примере, просто-напросто, вы играете в игру и доходите до определенного предела. А там либо вы проиграете, либо переходите на следующий уровень. Вот, чтобы вы понимали, глобальные силы, они сделали ставку, что надо дойти до предела и перейти на другой уровень. Переход Машиаха – это совершенно другой уровень, более высокий. Если у них это не получится, то мир сгорит в ядерном огне. Вот, чтобы вы поняли. Пожиратели миров не просто так же говорят Маргарита, Симонян, там Израиль пугает, что на Иран скинут. Мы с Аланом рассуждаем с точки зрения интересов Российской Федерации и народов Российской Федерации. И мы хотим всем сказать, что как бы вы ни относились к нашей конспирологической версии, в любом случае вы готовьтесь, чтобы не было как в Израиле. Когда арабы приехали, зашли в субботу, в шаббат и расстреляли сонных израильтян. Понимаете? Потому что они не были готовы. Они не думали, что вот 30 лет они кошмарили палестинцев и ответки не будет. Ответка пришла. Понимаете? А сегодня у нас задача одна. Мы сошлись в битве со своими украинскими братьями, которые тоже самое оттолкнули глобалистские силы на сталкивание лба со своими братьями в лице. Лана Мамева, Максима Шевцова, наших других товарищей. Понимаете? Они сражаются не с Путиным. Они за будущее сражаются, друзья. Люди сражаются. Вот за что идет война? У нас пацаны спрашивают, за что идет война? Война идет за будущее. За будущее. Которая развернется на пару тысяч лет. Вот кто его запустит, эту волну свою? Да? Вот запустили в прошлый раз в библейско-срединоморской цивилизации. Запустили. Эта волна она идет в виде аврамических религий, в виде цивилизации, в виде философов греческих, римских. Это все в комплексе. Понять? Библейско-срединоморской цивилизации. Мы в ней живем. Культура. Две тысячи лет. Это долго. Вот сейчас перезапуск этой волны. Кто ее перезапустит? Индус ее перезапустят со своим фашизмом. Китайцы ее перезапустят, опять ее перезапустят в библейско-срединоморской цивилизации. А может ее Россия перезапустит? Ну, в России для этого должен быть образ будущего. Идея. О чем мы говорим с вами всегда. Что перезапускать-то? Какую волну? Что мы должны запустить? Что мы должны захотеть? Понимаете? Какое намерение запустить во вселенную и предложить всем людям? А давайте за нами. А у нас вот такой план. Если фашизм хотят индусы, как у них, да? Там жесткую кастовую систему. Я элита, ты дурак. Понимаете? Которая в дерьме копается. Это вот их план, который вот они транслируют. И эти хотят, что хотят, тоже понятно. Одни хотят как бы Машаха, а вторые того, кто его уберет. Свой план. Ну, это план запрограммированный давно. О чем мы сами хотим? Ну, просто когда вот очень много у нас же православных друзей, да? Там православных товарищей. Просто задумайтесь на секунду. А вдруг это просто план? Ну, просто план. Не пророчество, не воля неба, да? Не Всевышний так решил, а просто люди какие-то запланировали когда-то. И мы живем внутри этого плана, страстно вкладывая в него жизненную энергию, силу и все остальное, в смысле, что никакого другого варианта быть не может. А вариантов тысячи, понимаете? Они нас запрограммировали. Но мы можем себе в другое... Знаете, стоит, говорит, двигайтесь на Распутина. Право пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. А можно еще вверх, вниз, я не знаю, вбок, там, в сторону. И сюда можно другие варианты найти. Много других вариантов есть. И особенно вот лица, принимающие решили, пророчество должно быть испуганным. Чье пророчество? Ну, какое пророчество? Когда-то кем-то, где-то написанный текст, который просто кто-то когда-то поверил. И дальше эту веру начал передавать. Нагревать ее, напитывать. Битва конца, на горах Израилевых, там, туда-сюда. Лошади апокалипсиса должны там прискакать. Вот Первая мировая война была, даже книга есть «Конь бледный». Не помню, кто ее написал. И вот там как раз, вот все эти, кони апокалипсиса. Была болезнь, вот это, помнишь, испанка. Был страшный голод. Да, была страшная война Первая мировая, потом гражданская. Это же все было гораздо жестче идти. И лошади проскакали, чем сейчас проскакали. Сейчас все это в лайт-варианте пока скачет. Но тоже же было. И тоже же думали, что вот он, все. А, чего нету в схеме третьего храма? Теперь решили подкорректировать схему. Сто лет прошло. Все то же самое, но с третьим храмом попробуем. Мы с Аланом говорим, что случайностей не бывает. И то, что было сто лет назад, оно происходит сегодня на наших глазах. Я с Аланом полностью согласен, что пока в лайтовом режиме. Маховик еще не набрал свой ход. И сегодня в Израиле этот Маховик пришел в движение не на Украине с этим СВО, а именно сегодня на этой точке. Бунифициарно. Это очень серьезно. Это действительно... Знаете, когда эту мысль закинули много-много тысяч лет назад, что придет, там все это будет, она действительно напиталась энергией. Алан любит говорить, а Грегор своеобразный. Он настолько мощный, потому что в него действительно верят люди. И люди непростые такие, как мы с Аланом. А там зоотерики всякие разные, мистики, масоны, блин, богатейшие люди мира и прочее, прочее, прочее. Которые, когда режут голову людям, они рядышком стоят и молятся. Забирают энергию, чтобы вы понимали. Такое в мире тоже есть. В мире очень много... В мире уже есть, а это миром управляет, Макс. Совершенно верно. Я вам ответственно заявляю. Понимаешь, что вот это миром и управляет. Потому что у человека есть энергия. У любого живого существа есть энергия. Его жизни. Когда эту жизнь прерывают... Раньше времени, эту энергию высвобождают. Когда этих людей тысячи или миллионы. Вы представляете, какое количество этой энергии высвобождено? Кого они питают ею? Тех, кому они служат, своих покровителей. Кому это нужно? Их покровителям она нужна. К Творцу-то она не нужна. К Творцу мы и так все придем. Мы все есть Он. Понимаете? Это не может быть от Бога вся эта история. Почему? Потому что мы все есть Он. Единственное, что Бог от нас хочет, чтобы люди наконец осознали, что они все есть единый организм. Понимаете? А не то, что давайте мы сейчас быстро к этим придем, а мы его убьем, и мы завоюем. А завоюем что? Власть над миром? Власть над миром и чего-то покушать. О чем они мечтают? Они что, просветление, когда слушал Лайтмана, у каждого еврея будет 104 раба. Я думал, что он сейчас скажет, что каждый еврей станет просветленным, как Будда. А нет, у него будут рабы. А зачем ему рабы? Ну, зачем? Для того, чтобы им владеть. То есть опять опора на материальное идет. Понимаете? То есть опять в это прокрустного ложа материальных ценностей заводят. А Творец от нас хочет, чтобы мы поняли, что материальное вторично, а Дух первичен. И этот Дух каждый в себе осознал. Этот храм внутри себя строить надо. Не вот каменный. Всевышний говорит нам другое. Что надо переходить на другой уровень. И этот уровень действительно... Другой уровень сознания. Сознание. И, соответственно, социальные модели поменяются. Сознание должно перейти на другой уровень. У каждого человека. Потому что сказали бы, если бы они каждый станут, вот они построят храм, и каждый, там, иудей станет просветленным человеком. Да, там, познает Бога напрямую. Это же не про это же говорится. Власти деньги у нас будут. Но деньги уже есть. Еще и власти. А знаешь, тогда я поверил вот в это все. Вот когда, помнишь, ты написал мне 7 февраля 2020 года, по-моему. Давай зажжем свечи. Давай зажжем огонь. Сколько к нам присоединилось людей. И ты же мне тогда говорил, вот кто меня космарит, вот увидишь, что будет. Объединенная, сплоченная команда людей, независимо, где она находится. Если заходит в определенную точку, в определенный временной отрезок, когда помыслы их светлы и чисты, тогда что-то получится. Понимаете? Вот алангер. Сто процентов, Макс. Сто процентов. Так работает намерение человеческое. Нам написано, сотворен по образу и подобию Божьему. Это вот и есть. В нас эта сила заложена колоссальная в нашем духе. Но его осознать надо. Это поэтому человек погружается в себя и осознает внутри себя Бога. Он внутри себя его осознает. И когда он осознает его внутри себя, он вдруг понимает, что он есть в каждом живом существе. И в другом человеке, и в третьем, и в пятом, и в десятом. И во всех твоих врагах, там, не знаю, в друзьях. А единственное, что вас заставляет убивать друг друга, это страх. Что людей толкает к агрессии? Страх. Пугливые люди агрессируют. Смелые же чего-нибудь. Они никого не боятся, соответственно, они агрессию никак не проявляют. Они уверены в страх себе. А это страх. Они сейчас нас убьют. Вот чтобы они нас не убили, давай мы их убьем первыми. Понимаете? Гениальная схема. Он хочет нас убить. Это знаешь, как этот... Мы когда молодые были, юные еще, да? Тут в Осетии же, 90-е годы. Я иду, короче, у меня друг такой. И смотрю, этот друг уже с кем-то дерется. Я ему потом говорю, ты чего, зачем ты типом подрался? Ну, что случилось? Он говорит, он меня глазами нахер послал. Я говорю, это как? Он говорит, так посмотрел. И я, говорит, понял, что он меня нахер послал. Я к нему подошел. Ты зачем, говорит, меня куда-то послал? Он говорит, что? Я, говорит, что... Я же понимаю, что он сейчас первый меня ударит. Я его первый ударил. Понимаешь? Знаешь, наши дорогие... Может, чтобы из-за этого мы войны не начинали. И как вот наша уважаемая госпожа Симоньян предложила, они взрывали термоядерные заряды, понимаешь, в небе над Матушкой России. От чего? От страха. От страха, понимаешь? Что она боится? Она боится потерять свой дом на Рублевке. Отстали, что у Марии. У нее дом на Рублевке. Никто ее не заберет. Что она переживает? Понимаешь? Не нужно никому. А когда вот Бога опознает в себе, и что в других он есть, и когда это все люди, и тогда да, и тогда это все прекратится. Так это и есть тот экзамен, про который идет речь. А не то, что этот каменный дом построят. Ну, это же прикол какой-то. Я, честное слово, уже не понимаю. И это же видно, что ты же всерьез верят. Нет, надо. По-другому варианта нет. Как вы, может, собой займетесь как-то там. За что Рене лучше, где они ведут только дорогу вперед и кнут на своей жопе? Я мало даю стынь. Я мало даю советы, но я вот всем, кто нас слушает Соланом, предлагаю прочитать такую интересную книгу, называется «Паразиты мозга». «Паразиты мозга». Возьмите, скачайте, купите и прочитайте. Там как раз Астрахин рассказывается. Это такая фантастическая книжка, но она очень интересная, она очень глубокая по смыслу, которая дает некое понимание, что происходит. Понятное дело, что вы что-то не примете, но она очень читаемая, эта книга. Но самое главное, она говорит о другом, о переходе. Действительно, сознание человека на другой уровень. Вот это важно. И мы с Соланом все время говорим, идея – это является ключ к осознанию всех этих процессов. Идея, захлестнувшая массы, дает нам мощный толчок по выходу в космос, по большому счету. Наша Родина – это не просто земной шар, мы нечто большее. А сегодня нас замкнули на этой земле, где мы на радость кому-то рубим друг другу головы. А кто-то рядышком стоит и читает молитвы, понимаете? Нужные молитвы. Нужны ему молитвы. Поэтому речь идет просто, а кто будет порабощать человечество в следующие 2000 лет. Давайте лучше за то, что кто-то его свободным сделает. Свободным что? В разуме. Разум должен освободиться у каждого человека. И все. И наступит хорошее время. Конечно. А Израиль – это просто одна из фишек домино, которая сегодня тоже упала. Дальше этих фишек будет еще больше, понимаете? Пока человечество не придет к осознанию истинного своего «я». И очень мало хорошего, когда твою родную жену, молодую, забирают какие-то вородатые ребята и увозят в неизвестное место. И что они там будут с ней делать – это вопрос другой. Но, во-первых, это очень нехорошо, а во-вторых… Как сегодня израильские военнослужащие, да. Совершенно верно. Это очень плохо. И страдают… У нас, надеюсь, услышали сегодня, чтобы уже затягивать, да? Совершенно верно. Имеющие уши дослышат. Это была абсолютно конспирологическая версия от сетевой партии Алана Мами и Максима Шевцова. Подписывайтесь на Алана, подписывайтесь на меня, дружитесь с нашими товарищами. Вместе интереснее и не страшнее. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам.